Продолжение следует... Спасибо вам за все. За то, что вы есть у меня на канале. А теперь главное. У Димаша новая песня. Она наделала столько шума. Я видел комментарии. Их тьма тьмущая. И все пишут, что мне стоит это посмотреть. Тем самым вы установили высокие ожидания к этой песне. Прямо выше крыши. Если от кого что и ждать, так это от Димаша. В любом случае, хватит моей болтовни. Давайте уже приступим. Без лишних слов. Новая песня Димаша. Давайте сделаем это. Спасибо. Спасибо огромное. А теперь прозвучит... Новая песня. Примеры. Тот же инструмент, что и в Хайран Елем. Я полагаю. Обожаю звук, который издает этот инструмент. Хорошо. У меня уже есть столько всего, что сказать. А вот и наш человечек. И как хочу... Много чего могу сказать. Много всего-всего. Вообще, с ним всегда все по-другому. Начиная с этого инструмента. Извините, не помню, как называется. Вот вертится же на языке. Я оставлю название вот здесь. У него такое крутое звучание. Он такой... Неземной и неподвластный времени. Это звучание отголосков древности, искаженное временем. Это очень-при-очень круто. Эти звуки воссоздают для нас целый новый мир. Но при живом исполнении они еще и передают настроение. Можно услышать, как у зрителей перехватывает дыхание. А потом вступают эти чудесные ударные и струнные. Да-да-да-да-да-да. Приводя все в движение. А потом мы видим людей со свечами, одетых в черное одеяние. И это придает какой-то священный смысл, какое-то ритуальное значение. И также это может говорить о том, что все мы странники по жизни. Мы же реально не знаем, куда мы движемся. Он также стоит напротив чего-то, что похоже на бурлящую воду. Но это также похоже на глаз. Идея в водовороте, в котором он оглядывается по сторонам, чтобы не заблудиться или не утопнуть. Утопнуть. Только я мог такое ляпнуть. Утонуть. На этой новой земле. Типа сравнение земля и вода. Водоворот. И как я уже сказал, земля. Это на самом деле некое ощущение, что ты окружен чем-то вокруг. И ощущение того, что ты слегка заблудился. И по его движениям можно сказать, что он говорит о том, что находится в чужих краях. Его костюм. Просто невероятный. У него там такой чудесный плащ. Красивые завязочки, которые начинаются отсюда. Они не натянутые, но облегают его тело. На нем маечка с глубоким вырезом. Это смесь современного и более традиционного. Он мог бы одеть это и щеголять. В 1600 лохматом году. Или сегодня. В этом-то и весь изюм. Димашу всегда удается смешивать такие вещи. Он использует традиционный древний музыкальный инструмент на современной сцене. Вокальный эффект. Я не знаю, там было так, или я перепутал. Но это такая мелодия из мира фэнтези. Я про его голос и про то, как написана музыка. Это сразу же перемещает нас в фантастический мир. Это новая неизведанная земля, полная опасностей, открытий и приключений. И он показывает это в своем выступлении. Видели, как в конце он сделал вот так? А потом вот так. Он вытолкнулся вперед. Будто споткнулся об что-то. Потому что он плохо знает это новое место. И он поет эту песню всем своим телом. И это только начало. Я даже представить не могу, что там будет. Это уже ништяк. Классное движение камеры. Как он это спел? У него было странное положение рта для этого звука. И все равно это прозвучало. Потому что это Димаш. Рот полностью открыт. А там было. Я могу предположить, что слышу это сейчас. Он просто добавил больше этого звука, чтобы усилить атмосферу фэнтези. Более музыкальное, чем... Это, конечно же, такие мелочи. А вот этот его низкий голос... Аж прям с самого дна. А потом... Резко вверх. Это его способность менять голос без особых усилий. Он без байды может прыгнуть на три октавы вверх. И вообще... Неважно, сколько раз я бы это не слышал. Мне все равно сложно поверить, что он так умеет. Отличное повествование песни. Фантастика. Откинул себя немного назад. Извините, я туда еще вернусь. Я просто не хочу это упустить. Я хочу, чтобы вы услышали этот припев. Я вернусь на 20 секунд, когда он говорит «Чужестранец на чужой земле», хотя не знает ничего об этой земле. Все дело в написании самой песни. Я думаю, Игорь Крутой ее написал. Я профукал этот момент в начале, но вот что они тут придумали с ритмом. Вот тут. И потом он говорит «Я не знаю, кто я такой». И там начинается бит. Я хочу сказать, что он на полтакта перед следующим тактом. Допустим, там четыре такта. Раз, два, три, четыре. А бит звучит вот так. Типа на полбита. Перед началом новой строки. И когда эта строка начинается с полубита, смысл в том, что мы не знаем, когда песня начинает звучание. Вот послушайте. Он будто перепрыгивает на следующую строчку, просто на мгновение раньше, чем он должен. И это просто... Просто потрясающая задумка. Ведь они ставят нас на место героя, который не знает, где он, как и мы, в момент песни. Это ж надо было так придумать. Мне нравится продакшен. Вы слышали, он будто поет немного раньше. Там малое только смещение, и это прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok Мурашки. Прекрасная игра с летом. Мы к этому вернёмся. Это же Димаш. Вы, наверное, пытаетесь повторить то, что он делает. Я нет. Флаг вам в руки. Удачи. Это было так высоко в свистковом диапазоне. А потом... Он просто пошёл вниз. Я бы сказал, что это примерно 4 октавы. Может, больше. Я не собираюсь их считать. Вы же даже не заметили, как он это сделал. Потому что от него это так легко звучит. На свете точно нет певца, способного на такое. Я и сам этого не заметил. Но потом, когда он спел очень низко, я задумался над этим моментом. Дым позволяет нам прикоснуться к этой атмосфере. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прямо перед тем, как на фоне всколыхнуло пламя, он пел. А когда он пошёл вверх, он сделал вот так, будто отключил музыку. И это заставляет тебя содрогнуться. Ты застываешь и погружаешься в это, а он как даст. Не оставляя от тебя и мокрого места. Это же... Так он ещё может держать ноту, я не знаю, сколько. Я не хочу преувеличивать в этом вопросе. Но это длилось минимум час. Я... Не понимаю, как. Ему постоянно удаётся это делать. Я не знаю. Это не из-за того, что он изобретает колесо, или делает что-то новое каждый раз. Он просто делает то, что просит от него песня. И это не просто исполнение. Это представление. С академической точки зрения. Он не понтуется. Не занимается показухой. Он делает это не для того, чтобы показать, что он может это делать. Я думаю, вы слышали певцов, которые так делают. В этой песне он никому ничего не доказывает. Он просто поёт песню так, как она сама просит его это сделать. Это взаимовыгодное сотрудничество. И как я полагаю, эта песня была написана для него Игорем Крутым. И ещё кем-то. Это просто необычайно. И он тоже необыкновенный. Если бы я выделил три топ-песни от Димаша, это были бы как музыкальный видеоклип, это Хайран Елем. А если как песня, то очерёдность здесь не имеет значения. Это Олимпика. Вот эта песня. И, наверное, Любовь уставших лебедей. Наверное. Но вот эта точно входит в топ-3. Без вопросов. Я люблю её. Игорь Негода. Да.